В эфире очередной выпуск передачи «Спасатели Алтая». Здравствуйте! Сегодня в нашей программе вы увидите В борьбе со стихией Учебная тревога Пожарно-тактические учения Пресечение террористического акта Учение в Бийске В начале нашей программы сюжет об обстановке С подтопления населенных пунктов и проводимых работах Ситуация с подтоплениями населенных пунктов в Алтайском крае Остается на особом контроле Группировка МЧС России и служб территориальной подсистемы Предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций Продолжает работу Постепенно идет повышение температуры Вода в реках опять придет в движение Начнется вскрытие рек И дальнейшее образование заторов Мы к этой ситуации готовы Выставили дополнительные группы Уже и в центральной части районов В северных районах Спланированы дополнительные силы И группировки в тех населенных пунктах Где еще не было подтопления Это и центральная часть Алтайского края Северные районы Реки Чумыш, Бия, Катунь Во всех населенных пунктах Мы имеем сегодня группировку И там проводится широкая разъяснительная работа с населением Подготовка всех служб К проведению работ противопаводки Во всех подтопленных населенных пунктах Работают группировки МЧС России На сегодняшний день в работах Задействовано около полутора тысяч человек Более 500 единиц техники Ведется постоянный мониторинг обстановки В том числе с применением авиационных средств Силами пожарно-спасательных гарнизонов Группировок подразделений МЧС России Администрации районов С начала развития ситуации Проведена масштабная работа В низменных участках Откачано около 300 тысяч кубометров воды Организована доставка питьевой воды Хлеба и продуктов Оказана адресная помощь Почти 3,5 тысячам человек В середине прошлой недели Произведена перегруппировка сил и средств Прибывших из других регионов Их плановая ротация Работа по минимизации негативных последствий Подтоплений продолжается Особо отмечаю рост С числа подтопленных населенных пунктов В том числе за счет поселений Подтопленных повторно Это Краснощеповский район Быстрый и Стопский район Подтопленных социально значимых объектов Отрезанных населенных пунктов нет Группировка у нас проводится Активная передислокация И мы переводим из одного населенного пункта в другой Отрабатываем все ваши заявки В главном управлении МЧС России по Алтайскому краю Состоялось очередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям Под руководством заместителя председателя правительства Алтайского края Виктора Мещерякова На повестке дня основной вопрос Ликвидация последствий подтоплений И учет нанесенного стихией ущерба Были заслушаны доклады руководителей разных краевых ведомств Руководитель краевой гидрометеослужбы Александр Люцегер Сообщил о том, что ситуация в крае достаточно сложная Из фазы паводка начался переход в фазу весеннего половодия Ожидается значительный подъем уровня воды На участке реки Обь от райцентра Усть-Пристань В сторону краевой столицы Понижение которого пока не прогнозируется С докладов выступил начальник главного управления МЧС России По Алтайскому краю Игорь Лисин Он рассказал об оперативной обстановке на текущий момент О развитии паводковой ситуации в крае О работе проделанной группировкой МЧС России Заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков обратил внимание присутствующих На вопросы приема от населения документов На возмещение ущерба Который принес паводковый сезон Главам муниципалитетов были даны четкие указания И разъяснения по поводу формирования списков пострадавших А также по ряду смежных вопросов На территории освободившихся от воды Муниципальных образований работают группы По оценке объема финансовых средств Необходимых для ликвидации последствий Чрезвычайной ситуации и нанесенного ущерба Главное управление МЧС России по Алтайскому краю И подчиненное ему подразделение Функционирует в режиме чрезвычайной ситуации Данный режим действует на территории всего Алтайского края По-прежнему развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Работает телефон горячей линии По вопросам паводковой обстановки При угрозе затопления или наводнений Прежде всего отключите воду, газ, электричество Затушите огонь в печи Соберите деньги и документы, ценности и аптечку Теплые вещи и чистую питьевую воду Все это уложите в чемодан или рюкзак При внезапном наводнении Не паникуйте и не теряйте самообладание Поднимитесь на верхние этажи здания или на крышу По прибытии спасателей на лодках Никогда не отказывайтесь от эвакуации Вы не владеете всей информацией И не знаете, насколько серьезна угроза И как высоко может подняться вода Запомните, самостоятельно из затопленного района Можно выбираться лишь в совершенно безвыходных ситуациях Когда надежды на спасателей нет Или вы точно знаете, что помощь прибыть к вам не успеет Во всех других случаях следует ждать помощи, оставаясь на месте Если вы все же оказались окружены водой Нужно срочно выходить на возвышенное место А если в лесу, то забраться на прочное и высокое дерево Если вы все же оказались в воде То плывите к ближайшему незатопленному участку Не против течения, а под углом к нему Остерегайтесь порванных и провисших проводов Очень часто люди во время паводков и наводнений Гибнут от электричества, а не от воды И еще Нельзя использовать воду без специальной обработки Лучше всего заранее сделать ее запас и пользоваться им После спада воды в любые помещения следует заходить крайне осторожно Подмоченные строительные конструкции в любой момент могут рухнуть Зайдя в дом, прежде всего займитесь его просушиванием Откройте все окна и двери Не включайте свет и любые другие электроприборы До полной проверки исправности электросети В одном из крупных торгово-развлекательных центров города Барнаула Алтайского края прошли пожарно-тактические учения Внимание! Пожарная тревога! После сработки пожарного извещателя Персонал торгово-развлекательного центра, согласно инструкции Приступил к эвакуации посетителей и тушению возгорания На начальном этапе, имеющимися средствами пожаротушения Практически сразу на пункт диспетчера пожарно-спасательной части От ответственного за пожарную безопасность здания Поступило сообщение о возгорании в торговом центре Благодаря пожарно-тактическим учениям огнеборцы не только могут отработать алгоритм действий при включении возгорания, Но и проверить правильность действий персонала Когда работники обучены и имеют правильную работу К моменту приезда пожарных, внутри уже никого нет Посетители эвакуированы В ходе учения можно проверить, соблюдаются ли в здании требования пожарной безопасности Все ли системы безопасности находятся в рабочем состоянии По легенде учения возгорание произошло на фудкорте возле кинозалах, расположенных на верхнем этаже торгового развлекательного центра В это время в ТРЦ находились посетители, которых пришлось эвакуировать Согласно легенде учения, не все смогли самостоятельно эвакуироваться В залах кинотеатра остались пострадавшие, которые самостоятельно выйти не смогли Также по одной изводной тренировки Несколько посетителей не смогли вовремя спуститься на первый этаж И поднялись на крышу Откуда были эвакуированы пожарными и спасателями с помощью пожарных лесов Но я уже предпринимала, чтобы спуститься на сайте, чтобы не все Каждый раз мы должны подняться на patrimonio Мы должны подняться на создание Другой в чем-то интересный момент, например, у нас по-настоящему изменение, и мы точно не хотим, чтобы по-настоящему обо выясняем, что это есть еще дескатерином по-настоящему, Сitta с этим на голове, но я понимаю, что и больше не было смысла. Я верю, я не могу запросить в раздражание, но это просто, но не будет. Я не могу сказать, что происходит. Я не могу сказать, что происходит, который заменит. Я думаю, что происходит. Я не хочу говорить, что мы как-то с вами будем понимать, что мы будем. Мы будем формировать. Мы сейчас приобрели, мы будем заниматься в нашей стране. В этом случае, мы не можем сказать. Это действительно дешево. В ходе тренировки спасатели отработали также вопросы совместного взаимодействия, изучили пути эвакуации, проконтролировали действия служащего персонала в случае возникновения нештатной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Рискуя Каждый зритель уверен, что все закончится благополучно. В жизни так не будет. Любое неосторожное движение, и ты потеряешь все. Но ты должен. Ты должен. Должен поставить на кон жизнь. Потому что она может стоить сотни. Сотни других в жизни. Возвращая команда отбой. МЧС России. Доверяя свою жизнь. В городе Бийске на территории Бийского района проведена масштабная тактика специального учения по пресечению террористического акта. В мероприятии активное участие приняли подразделения МЧС России. Отработка действий сил и средств оперативного штаба в Алтайском крае осуществлялась в режиме реального времени на основании непрерывно поступающих новых водных. Первые два дня в Бийском районе был организован поиск лиц, которые в соответствии с истекающей оперативной информацией, возможно, имели связь с террористическими группировками и намерение совершить террористический акт. 12 апреля. Основной день тактики специального учения. Объединил все группы оперативного штаба, которым необходимо было решать поступающие задачи в рамках своей компетенции. От блокирования захваченных территорий, освобождения заложников, оказания медицинской психологической помощи до тушения крупных очагов возгорания, обезвреживания взрывных устройств и штурма условных террористов. Основным объектом, условно захваченным террористами, стал филиал Алтайского государственного университета в городе Бийске. Согласно легенде, рано утром двух пожеломышленников, вооруженных автоматическим оружием, проникло в учебное заведение с находившимися в тот момент мирными гражданами, студентами и преподавательскими софталами, персоналом филиала. Еще одной важной задачей в рамках учения являлась отработка силами оперативного штаба мероприятий и проведения различных уровней террористической опасности в зоне оперативной ответственности и с развертыванием пунктов временного размещения. Согласно легенде учения, Бийске с пожарными пожарными пришлось работать на месте условного происшествия, спасать людей, элакуировать пострадавших и ликвидировать пожар. Всего в учениях было задействовано более 500 человек и до 60 единиц техники от различных служб, в том числе авиация и бронетехника. По оценке руководителя оперативного штаба в Алтайском крае, участники тактико-специального учения показали необходимый уровень подготовки. В ходе нарастания условной террористической угрозы проверена слаженность действий всех подразделений объединенной группировки оперативного штаба, их реальная техническая обеспеченность и возможность решения первоочередных задач. По выявленным дочетам будет проведена соответствующая работа для их исправления. 3 декабря 2014 года распоряжением правительства Российской Федерации была утверждена концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Главным координатором мероприятий по созданию АПК «Безопасный город» назначена МЧС России. Актуальность мероприятий по внедрению АПК «Безопасный город» обусловлена наличием угроз природного, техногенного, биолого-социального, экологического и другого характера для всей среды обитания населения, в том числе жилых, общественных и административных зданий, объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, систем коммунального хозяйства, систем водоотведения, природных ресурсов. Архитектура АПК «Безопасный город» формируется несколькими базовыми функциональными блоками, которые позволяют обеспечить максимальное покрытие существующих угроз и одновременно предоставить эффективную площадку для коммуникации всех субъектов безопасности. Блок обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования позволяет своевременно идентифицировать потенциальные угрозы общественной безопасности и нарушений правопорядка и обеспечивает меры оперативного реагирования. Блок обеспечения безопасности населения и муниципальной коммунальной инфраструктуры предназначен для мониторинга всех потенциальных рисков безопасности среды обитания и предупреждения техногенных аварий. Он также обеспечивает координацию работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые вызваны сбоями в работе коммунальной инфраструктуры. Блок обеспечения безопасности на транспорте призван решать задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, а также по профилактике правонарушений на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры. Блок экологической безопасности предназначен для комплексного мониторинга и оперативного реагирования, предупреждения и устранения последствий природных и экологических угроз. Он также выполняет функции аналитического сопровождения экологических аспектов градостроительной политики, обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в сфере охраны окружающей среды и взаимодействия с природопользователями. Блок координации и взаимодействия служб и ведомств обеспечивает оперативное реагирование на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Кроме того, этот функциональный блок решает задачи эффективного взаимодействия и координации органов повседневного управления, служб экстренного реагирования и муниципальных служб. Единая информационная среда комплекса «Безопасный город» обеспечивается внедрением муниципальной интеграционной платформы на базе городских единых дежурно-диспетчерских служб. Эта платформа обеспечивает возможность межсистемной интеграции, сквозной передачи и обработки информации, а также контроль целостности и согласованности потоков информации и процедур в рамках системы межведомственного взаимодействия. Показатели и события внешних систем фиксируются датчиками и обрабатываются распределенным центром вычислений. Этот центр обладает аналитическим инструментарием, который позволяет автоматически детектировать определенный набор событий, подбирать сценарии реагирования, прогнозировать динамику событий на основании статистических данных. Особое внимание при создании АПК «Безопасный город» уделяется различным подсистемам, которые обеспечивают сбор, передачу, хранение и обработку информации, необходимой для решения управленческих задач по предупреждению и ликвидации последствий кризисных ситуаций и происшествий. В число таких подсистем входит геоинформационная платформа, единый колл-центр, интеграционно-коммуникационная платформа, система электронного документа оборота, система контроля исполнения поручений и другие функциональные модули. Сегодня федеральные ведомства предпринимают значительные усилия по развитию систем обеспечения безопасности среды обитания. Однако в подавляющем большинстве муниципальных образований имеются только отдельные фрагменты таких систем. Эти решения не интегрированы между собой, не взаимодействуют в полном объеме с федеральными системами и не включают инструментарий по аналитике и прогнозированию угроз безопасности, который является ключевой составляющей любой системы проактивного реагирования. Разнородность и независимость этих систем существенно снижает оперативность и эффективность мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий кризисных ситуаций и происшествий. Тем не менее, если такие отдельные системы в муниципальных образованиях уже есть, то в рамках построения и развития АПК «Безопасный город» они будут интегрированы в общий контур и сопряжены с другими сегментами комплекса. Создание комплекса «Безопасный город» позволит перейти от оперативного реагирования на угрозы жизнедеятельности населения к комплексной системе планомерного управления рисками. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» призван не только предотвратить жертвы, но и уменьшить материальный, финансовый и экологический ущерб при чрезвычайных ситуациях, снизить риски нарушения общественного порядка, повысить безопасность дорожного движения и обеспечить устойчивую работу всех социально значимых объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры. Кроме того, реализация АПК «Безопасный город» позволит наладить оперативный обмен информации между всеми уровнями исполнительной власти в режиме реального времени. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что на территории Алтайского края действует единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 65 82 19. До свидания. Берегите себя и своих близких. АПК «Безопасный город»